Билл Браудер посвятил свои силы, таланты, ресурсы борьбе за восстановление справедливости, в той мере, насколько это возможно, в отношении покойного юриста Сергея Магнитского и привлечении к ответственности тех, кто повинен в его смерти. Мы искренне убеждены в том, что принятый Конгрессом США закон Магнитского стал наиболее эффективным инструментом в арсенале правозащитников за последние десятилетия, позволяющий призывать к ответственности тех, кто виновен в нарушениях прав человека. Мы очень рады, что лауреатом нашей премии в этом году стал Билл Браудер. Ситуация вокруг соблюдения прав человека в России сегодня просто прискорбна. Но появляются и проблески надежды, и порой даже больше, чем проблески. Гражданское общество не умерло в России. Люди готовы рисковать своей жизнью, свободой и независимостью, выражая протест. Я думаю, что среди россиян растет понимание того, что режим Путина является коррумпированным, жестоким авторитаризмом. И это режим мафии, и эту ситуацию необходимо менять. Когда Сергей Магницкий был убит 16 ноября 2009 года, это событие изменило мою жизнь. Российский режим и лично Владимир Путин препятствовали расследованию его убийства и добивались оправдания причастных к нему людей. В то время как те, кто убил Сергея Магницкого, убили его за деньги. И я знаю, что они хранят свои деньги здесь, в США, в Лондоне, на роскошных виллах во Франции. А их дети проводят время на лучших курортах мира. Поэтому изначально, когда я приехал в Вашингтон, я просил о запрете на выдачу виз лицам, ответственным за пытки и убийства Сергея Магницкого. И я никогда не мог представить, что эта компания достигнет таких масштабов. Сейчас наша цель – добиваться принятия закона имени Магницкого на всей территории Евросоюза.